Здравствуйте! С вами Мастер Спорта, программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 414 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Сегодня в гостях у Мастера Спорта футбольный гуру, экс-игрок Крыльев Советов, футбольный судья, а на данный момент руководитель Федерации футбола городского округа Самары и директор Академии футбольного клуба Крылья Советов Сергей Марушка. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и у меня первый вопрос. Коронавирус. Как реагирует городская федерация футбола и вообще футбольная общественность Самары на это событие? Ну, на самом деле, то, что происходит сегодня в мире, это непредвиденные моменты, это большая трагедия для спорта, футбола и в целом для футбольного сообщества. Как мы реагируем? Реагируем, как все во всем мире ушли на самоизоляцию. Своим детям, если мы говорим про Академию, мы раздали домашние задания. Тренеры по физподготовке для старших возрастов написали программы, недельные циклы, которые должны выполнять наши воспитанники, наши дети. Если говорить про федерацию футбола, то все соревнования приостановлены. И я надеюсь, что в ближайшее время вирус отступит, и нормальная жизнь придет, и мы начнем проводить соревнования. Но на сегодняшний день все приостановлено, все ждут, все в ожидании начала нормальной жизни. Ну, вот смотрите, уже у нас две недели, можно сказать, в карантине мы находимся, на самоизоляции. И плюс, как президент сказал, до конца апреля, до 1 мая мы должны сидеть дома. Вот в этот месяц, что планировала федерация, какие соревнования должны были проходить, и будут ли они проходить по истечении карантина? Да, у нас осталось на уровне федерации недоигранно два тура зимнего чемпионата среди ветеранов 43+. У нас проходил еще мини-футбол, у нас не сыгран финал мини-футбола чемпионата города. Что касается остальных соревнований, они были доиграны, и мы, в принципе, в апреле уже готовились к старту летнего чемпионата. Точнее, у нас должен был состояться совет, мы должны были утвердить количество команд. И в мае, 10 мая, мы планировали суперкубок города, и начинать уже с 11, 12, 13 мая мы планировали начинать уже чемпионат города. В данной ситуации все приостановлено, мы надеемся, что как только ситуация улучшится и будет дано разрешение на занятия, то мы примем быстро все решения. Даже если у нас будет не так много времени, мы сыграем в один круг чемпионат города, или мы будем играть турнирами, то есть форматы мы обговорим, мы проговорим, собравшись вместе с тренерами, поэтому это не проблема. Самое главное, чтобы это все ушло, инфекция ушла, и мы вступили в здоровую жизнь. Ну, а были какие-то возмущения среди тренеров и футболистов, мол, может мы продолжим им играть, ничего страшного? Да, конечно же, это же Россия, да, и были звонки от тренеров, от футболистов, там, а почему, давайте будем играть, но наша позиция была жесткая, и мы всем объяснили, что на данный момент никаких соревнований проводиться не будет до улучшения ситуации. А вы как-то вообще отслеживаете, вот действительно ваши футболисты, тренеры соблюдают режим самоизоляции, контроль идет какой-то именно от федерации? От федерации, конечно, идет контроль, просто у нас не проходит ни одно соревнование, то есть все судьи, все тренеры подконтрольны, на связи, и никаких официальных соревнований сейчас не проходит. Поэтому, наверное, может быть где-то там кто-то во дворе играет, но это уже другая история. Ну вот я знаю, любительский футбол очень хорошо развит в городе, да, как футбольные детские секции сейчас функционируют, вот вы про Академию рассказали. Я могу вам сказать про Академию, да, на сегодняшний день у нас все возраста, начиная официальное там зачисление у нас идет с 9-10 лет, то есть они все ушли на карантин. Если говорить про частные клубы, которые сегодня в городе, я надеюсь, что они также выполняют все указания правительства и правительства Самарской области, они также, наверное, находятся на карантине. Я могу сказать про Академию крыльцеветов. Они все подконтрольны, у каждого есть задание, недельный цикл, каждому даны упражнения, они с тренером постоянно на связи. Сегодня, слава богу, техника позволяет быть в теме. Много есть вариантов, когда видео-тренировки, видео-упражнения, которые присылают ребята тренером, он это все отслеживает, но самое главное, первое, что он должен у них спрашивать, как ваше здоровье. Это самое главное. А уже потом тренировочный процесс. Допустим, у нас есть команда Ю-9, ее возглавляет Чуньков Дима. У них каждый день две тренировки на дому, то есть утром это зарядка, днем тренировка, которую он им дает, расписывает, и они должны ему присылать видео. Он даже мне недавно позвонил и сказал, что у него телефон скоро сломается, потому что очень много информации присылают ребята. И все понимают. Понятно, что хотелось бы уже начать тренироваться в полном объеме, но сегодня ситуация та, какая есть, и нужно из нее выходить, и нужно искать лучшие моменты, как мы можем это использовать. Но чисто технически могли бы поделиться, как в комнате, в квартире, какие упражнения можно сделать? Да, ну, я постоянно на связи с тренерами. Допустим, у нас есть прекрасная женская команда, которая не прекращает тренироваться каждый день. тренеру Гали Комаровой присылает каждый день девочке видео. Ну, допустим, мы возьмем там качание пресса, да, или работа с мячом, да, ведь можно работать голеностопом, можно вести щекой, можно вести галиком, то есть, или можно жонглировать, да, ведь тренеры у нас же тоже могут придумать разные задания. Кто больше набьет, кто больше будет жонглировать мячом разными частями тела, там, коленом, головой, плечом. И это все, это все, в принципе, и относится к тренировке. То есть дома никто еще посуду не разбил? Более постарше кто, ребята, те могут там во дворе сделать какие-то ускорения, какие-то рывки. Можно, если, конечно, есть дома, понятно, профессионалам покупают дорожку беговую, да, у многих наших ребят, конечно, этого нету. Поэтому кто-то это делает около дома, у кого-то есть гантели, гири дома. Это все под контроль на тренеру. Почему? Потому что задания ребята получили от тренера по физпогготовке и непосредственно от нашего тренера. Но если бы мы уже говорили о соревнованиях, которые вы планировали, апрель-май, да, если все, как мы хотим, все закончится очень быстро, в июне что у нас будет проходить? С учетом того, что вот была такая пауза, спортсмены будут готовы к соревнованиям? Я думаю, что мы дадим, если все будет проходить, как мы планируем, да, мы, конечно, дадим две недели на подготовку. Любительский уровень – это не профессиональный, можно набирать за счет игр. Мы сделаем недельный цикл, а может быть, две игры в неделю, да, и это будет тоже полезно и важно для ребят, потому что мы же все понимаем, только через игры мы можем набирать и улучшать свои кондиции. Поэтому мы пойдем таким путем. В июне, значит, стартанем в июне, будем, в июле сделаем меньше паузу, несмотря на жару, будем отталкиваться от погоды. Стартанем в июле, значит, будем играть два раза в неделю, или же сделаем просто в один круг. То есть это не проблема. Я говорю вам, самое главное, чтобы мы были все здоровы, нация наша была здорова, а когда она здорова, она готова проводить любые соревнования. Вот вопрос следующий. Вот этот вирус, он внес какие-то уже коррективы в тренировки? Как-то они меняются, что-то новенькое появилось? Потому что же, по-моему, такого не было, чтобы вот садились люди на карантин, Вы знаете, наверное, все-таки здесь больше такое индивидуальное самосознание. То есть ты становишься профессионалом для себя в первую очередь. Ты себя готовишь. Если ты раньше готовился вместе с командой, где-то ты мог там, ну, возможно, там не на 100% сделать упражнение, то здесь только ты сам себя контролируешь. И в каком ты состоянии выйдешь, будет зависеть от тебя. Поэтому вот твой профессионализм и проявится вот в этот период. И будет все видно, хотя, мне кажется, тренер и так понимает и знает, кто на что способен. Но ситуации иногда меняют людей. Возможно, многие те, которые чуть-чуть ленились, они, наоборот, в этот период поймут, что подождите, ну, я же тренировался, сейчас у меня нет тренировок, я хочу вернуться к тренировкам, но я хочу вернуться к тренировкам и быть в порядке, значит, я должен готовиться сам, индивидуально. Поэтому посмотрим. Конечно, из всего можно выходить и находить полезное. Ну, и в конце передачи хотелось бы коснуться профессионалов, крыльев советов, как они реагируют на эту ситуацию. И вот о чем вы сейчас сказали, действительно ли они проявляют свой профессионализм, и так же, как и начинающие футболисты Академии, или любительские команды футболистов, так же интенсивно тренировок. Вы знаете, все этапы похожи. Только мы сегодня говорим о любителях, детях, юношах. Сейчас мы переходим к профессионалам. Понятно, что у них более насыщенный график, более насыщенный недельный цикл. Но то, что они должны быть в тонусе, и у них есть больше возможностей иметь там беговую дорожку и гантели, и возможность с видеосвязи, она позволяет быть в тонусе футболистам Крылья Света в том числе. Ведь мы сегодня видим ролики многих знаменитых футболистов, там Дебалы, хотя он сегодня там заболел, да, или там Роналдо на дому, какие они делают упражнения. Тем не менее, я еще раз хочу сказать, что это все, это все пройдет, и мы войдем в нормальную жизнь. Я думаю, что каждый спортсмен будет более закаленный и более профессиональный. Да, сегодня перенесли Олимпиаду, да, сегодня перенесли чемпионат Европы, приостановлены все чемпионаты. Но футбол, спорт, он был, есть и будет. Время сегодня дает возможность людям развиваться немножко в другом направлении, но во благо футбола, во благо спорта. Поэтому надеемся, что скоро все восстановится, и мы начнем делать то, что делали. А на сегодня это все, но это еще не финал. Мастер спорта еще расскажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин, и помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова